Итак, время 2 часа ночи, стою на Курской, на Верхней Сыромятнической улице и вижу Mercedes стоит, GLC 250, ну как стоит, я целенаправленно сюда ехал, чтобы сделать на него обзорчик короткий Вот, вам показать Стоит этот Mercedes GLC 17 рублей 12 копеек в минуту Фиксированная стоимость есть еще, ну специально до адреса И на сутки можно арендовать за 6 тысяч Так, машинка достаточно грязная, но ничего страшного, сейчас поедем, точнее пойдем, до него идти 45 секунд Так, свою арендованную тачку я оставил И у нас есть 13 минут бесплатных, чтобы дойти до машины Вот он этот Mercedes GLC 250, как видите грязный И это неудивительно, потому что это все-таки арендная машина, это не чья-то Принадлежит компании и взять ее может практически любой Так, для начала аренды нам нужно нажать кнопку «Открыть авто» и подписать акт Так, машинка у нас открылась Теперь давайте смотреть повреждения кузова Сразу же Так, включаю фонарик на телефоне И начинаем осматривать косяки Если что-то не углядеть, это могут повесить на вас и вычесть с карты Так, машинка, конечно, да, очень грязная, пипец Но мыть я ее не буду, не вижу смысла Если даже, конечно, на машине царапины, то я этого не угляжу Вот такой салончик, здесь валяются щетки Нажимаю кнопку «Грязный салон» и обязательно это все фиксируем Так, зафиксировали Это еще не все Вот такой салончик у Мерседеса Регулировки сидения тут механические Отодвигаемся до конца назад и включаем свет для обзора Мы же все-таки обзор делаем, чтобы вам было лучше видно Холодновато, конечно, но это нормально Потому что сегодня на улице мороз И вообще машина стояла Не заведенной Так, да видите, жидкость и окламыватель написано Но это нам, в принципе, не нужно, потому что поездим недолго Я уже катался на такой тачке 4 часа Ну, у нас примерно 4000 рублей вышло Так, осматриваем повреждения Желательно все царапины Все это углядеть сразу Потом еще смотрим документы Обязательно должна быть СТС Ну, стандартные документы на машину Вот она, СТС есть Топливная карта здесь есть Диагностическая карта и страховка, по-моему В принципе, больше ничего и не нужно Так, пока я делал обзор Там крепил камеру У нас накапало уже 28 рублей Мы нажимаем начать поездку Он еще, ну, приложение просит сделать селфи для безопасности Ожидаем Идет обработка Все Сейчас уже 49 рублей Ну, я, в принципе, не особо парюсь насчет денег Вот так заводится машина Руль регулируется, конечно же Сиденье поднимается с помощью кнопки Нажимаем на драйв И мы поехали Итак, что-то у меня камера заглючила Поэтому уже 88 рублей накапало Но ничего страшного Поехали Сейчас протестируем Mercedes-Benz GLC 250 Машинка едет достаточно классно И просит меня пристегнуться Конечно же, я пристегнусь И сейчас покружим по садовому Разгоняется она достаточно резво, конечно же Все-таки это GLC Но, с другой стороны, нельзя в городе сильно гонять Потому что, ну, сами знаете Придет штраф Сейчас давайте попробуем с места взять Разгон Если вы не против Раз, два, три И, конечно же, хочется еще записать звук выхлопа Ну, специально для вас Это мы все запишем Да, кстати В зависимости от времени суток Этот автомобиль может стоить От 15 рублей в минуту до 17 Ну, разная стоимость бывает Смотря какой спрос Давайте окна откроем И послушаем звук Вот такая приборная панель Окна закроем А то я заболею еще Тогда будет хреново Сейчас развернемся на садовом кольце Чтобы поехать обратно на ту же парковку Откуда мы приехали Вот такие приборки здесь Интересные Разгоняются, конечно, нормально Вообще Классно Гудок очень яркий такой Не то, что на Kia Rio, конечно же Не успел повернуть Но ничего страшного Музыка регулируется отсюда Но это как на обычных машинах Да, низких частот тут нету Кто-то убрал низкие частоты Поэтому Басов вообще нету А так есть подогрев Ну, поджопник Это обычное дело, конечно же Немножко включу На минималку А так Очень много разных кнопок, конечно же Интересных Что здесь у нас Переключение радио здесь Вот Ну, я больше люблю нейтральное радио Типа Монте-Карло И так далее Вот такое меню Но оно мне, в принципе, не нужно Попробуем выключить свет Без света поездить Чтобы чисто дорогу видеть Можно было бы, конечно же, звук отрегулировать Басы выставить Но я не знаю, как это сделать И не хочу время тратить ковыряться Ну, а так Вот такой вот салончик Простой Все регулируется Все регулируется И так далее 70 км в час едем еще бы гаишники не остановили потому что права я оставил в Киа Рио то есть сейчас я еду вообще без прав без водительского удостоверения но что только не сделаешь ради обзора давайте с места ищем да, дури в ней полно в принципе не дурно не дурно едет но конечно же если такая машина сломается что-то с подвеской случится то это попадос на бабки а сейчас мы выезжаем на садовое кольцо сейчас развернемся поставим машину обратно вот да, едет она конечно же классно вот такой вид от первого лица вы получаете когда сидите за мерседесом ГЛЦ 250 блин опять красный загорелся светофор опять ждать стоять кстати вот в этом доме я жил когда-то ну тут хостел был мы снимали хостел за 10 тысяч в сутки ой, 10 тысяч в месяц это метро Красные Ворота сейчас едем до Курской ну почти до Даганской там разворачиваемся под мостом и едем обратно каждый может у кого есть права от двух лет по-моему или от трех лет зарегистрироваться в приложении промокод я оставлю кстати точно я оставлю промокод в описании зарегистрируйтесь в приложении Дели Мобиль и когда у вас появится возможность взять в аренду машину то сможете прокатиться со скидкой 50% по-моему или там вообще бесплатно будет вот то есть можно будет бесплатно прокатиться а давайте сейчас поднажнимем на газ я даже ради вас готов заплатить штраф да, штраф скорее всего придет потому что это садовое кольцо здесь ограничений 60 а я разогнался до 110 км в час вот но зато разогнался так, мы проезжаем Атриум это метро Курская ну давайте по машине общаться все-таки обзор машины такой небольшой вот на этой машине я уже катался вообще на каршеринге на разных катался но это мне больше всего нравится у Дели Мобиля еще есть Мерседес Е200 но он мне не так интересен как этот а стоят они одинаково по 15 рублей в минуту ну 15-17 почти одинаково а если учитывать то что в городе нельзя разгоняться сильно то в принципе без разницы на каком каршеринге ездить в Москве допустим всегда я стараюсь брать там обычный Kia Rio там Solaris не вижу смысла переплачивать так разворачиваемся ну хорошо что я без навигатора знаю Москву как бы по своим делам могу ездить без навигатора и запишем звук выхлопа попробуем заново включить свет у меня к сожалению оператора нету поэтому одной рукой я сам снимаю хотя так подъезжаем к моей тачке Kia Rio сейчас развернемся вот она стоит кстати а так в дальнейшем можно будет еще другие тачки протестировать потому что много интересных машин таких как Mini Cooper и подобные тачки минус каршеринга конечно же в том то что вы ждете светофор вот допустим у вас же бабки капают каждую минуту 17 рублей и из-за этого все водители каршерингов стараются ехать быстрее я все же надеюсь что штраф мне не придет вот такие лючки здесь интересные все последний разворот и паркуемся кстати за парковку платить не нужно если у вас каршеринг город сам платит за него так надеюсь там место появится для меня хоть какое-нибудь главное на месте для инвалидов не ставить а то будет эвакуация да сейчас вот здесь поставим сейчас машину сюда переставлю а каршеринг поставлю сюда на месте вот здесь вот здесь и мы в и в и и Продолжение следует... Продолжение следует... ...выезжайте за грани разметки. Поэтому обязательно паркуемся правильно. Все, теперь мы встали правильно. Прощаемся с нашим Мерседесом. Нажимаем кнопку паркинга. Теперь у нас стоит паркинг. И старт-стоп. Продолжение следует... Выключаем свет. Так. И все. И выходим из машины. Так, теперь дело остается за малым. Мы открываем приложение Дели Мобиль. И смотрим, сколько у нас бабок накапало. 415 рублей. Теперь сфотографируем машину по бокам, спереди и сзади. Продолжение следует... Так, теперь нажимаем завершить аренду. Машина сама вырубается. Нажимаем хорошо. Все. Теперь можно уезжать. С картой автоматически деньги снялись. Вот такая покатушечка у нас вышла. Ну а я дальше работать. Рук не чувствую. Очень холодно, очень морозно. А, кстати, Киа Рио тоже неплохо едет. Вон. И та, и другая тачка 60 км в час едет. А для города больше не нужно. И жрет меньше. И обслуживание копейки стоит. А каршеринг можно взять в любой момент. Ну, допустим, Мерседес можно взять на деловую встречу.